Я вам так скажу. По поводу Кудрявцевой. Всегда прекрасно относился. Великолепно. Потом прочел вот это ее обращение. Это ее обращение я поставил к себе в телеграм-канал, ребята. Вы можете его прочесть. Это ее прямая речь. Если ее за язык никто не тянул, я могу только одно понять, когда люди такое пишут. Это когда их ребенок в опасности, саму ее голую держат и привязали двум березам. Одну ногу так, другую ногу так, ребята. И сейчас эти березы разойдутся в разные стороны, разорвав нашу бедную Леру по пуповине. Вот тогда я могу понять. Все другие версии я не принимаю. Что человек это пишет просто так, от того, что у нее, знаете, подупало настроение. Она хочет всем высказаться по поводу того, что она устала от русофобии на Украине. Я боюсь спросить, Лера, дорогая, ты же много раз там была, наверняка. Ты много раз там снималась, как ведущая программа. Ведущая Лера, конечно, слабенькая, ребята. Так вот. Пришла пора об этом сказать. Слабенькая – это не то слово. Она вообще ведущая колхоз. Она работает только под редакторское ухо. Подача колхозная – все колхоз страшные. Эти пиджаки ее малиновые, ее прическа – все колхоз. Наконец-то я могу об этом сказать. Она, знаете ли, меня, мои чувства, ребят, мою моральность, она не жалеет вот этими высказами. Она не думает о том, что подумает там Рустам Солнцев. Что, как ему станет хреново, узнав о том, что Лера Кудрявцева записалась теперь в фашистки у нас? Как выяснилось? У нее самой ребенок есть. И она знает, что на Украине, что было с детьми. Знает. Не хочу углубляться в подробности. Она все это знает. Она только, исходя из этого, бы просто закрыла бы свой, блядь, рот. Честно, ребят. Только исходя из этого.